Москва, как много в этом звуке! 12 миллионов жителей! 4 миллиона автомобилей! Москве приходится сталкиваться с такими проблемами, о которых другие города даже не подозревают. Это как государство в государстве. Для остальной страны Москва некий Марс, где жизнь устроена по каким-то своим особым правилам. Мы решили посмотреть на Москву как бы со стороны из глубинки, глазами среднестатистического россиянина. Здесь, на знаменитой трассе Москва-Петушки, живет человек, которого я снимаю вот уже 10 лет. К нему и едем. Где твой канцлер? Не знаю. Только ждать ее всю жизнь. Ждать и догонять. Вот договорись с ним, банк грабит. Деньги вынесешь, будешь ждать полтора часа. Машину на три. На херку машину натирать, и все равно боссрут в вашем Москве. Кому на Руси жить хорошо? Собинка, Владимирская область. Именно здесь живет и трудится наш главный герой. Вот он, появился. Не запылился. Бывший дальнобойщик, участник боевых действий, а ныне начальник латинского ЖКХ, и просто правдоруб Владимир Виноградов. Его рассказ о том, как я поехал на войну в Чечню, стал хитом интернета, а сам он этаким Василием Теркиным в Чеченской войне. Ля-я-я, у тебя работают. Сегодня у нас главная тема нашей серии. Как тебе никто-то расскажет? Большой футбол. Тебе в бане только лифчики застегать. Привет. Канцлер, привет. Привет. Ты во сколько обещал приехать, гад? А во сколько? Я уж марафет навел, смотри, как новый. Машине-то 23 года. Мы сегодня снимаем большой футбол. Чего ты как попугаи сегодня? Я за локомотив болею, попугаи. Нифига себе. Мы сегодня рубимся с какими-то там красноперами. Это кто это? Спартак, по-моему. Ты на какую руку-то поняла? А? Б**ть, а? Чего ты? А? Понаедут тут, б**ть, зелени-то, б**ть, недорожшие. Вот вам, вот вам. Каждому снимай сочевыми, б**ть. Разорву как-то у них грелку, б**ть. О, а ты, говоришь, нечем машину протирать. Все стекла затрем. Удеть, удеть сочевыми. На кого ты руку-то поднял? На кого? За козла ты. Ёб**ть. И тут Спартак. Ты что, б**ть, ты дай, коже. Да. Без отца без матери очереди стоял в воске. С ума сошел, б**ть. Да, поедем. Сейчас будем биться. И наши ваших от дудосит. Как с радостью. Как от слов. И наших будет больше. Да, б**ть. Б**ть. Чтоб ветер не мешал. Ну вот ты мне дал, убедил до края. Спартак, Сунигрейд. Одевай, 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 это реквизит. У меня же вообще куплено для деньги канала. Все, пошли, 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 пошли. Мы идем в букмекерскую контору. Это что такое? Букмекерская контора? Ну, как ты это понимаешь? Вот когда ты звучишь букмекерская, то что там? Очередной МММ. Нет? Ты сейчас посмотришь. У тебя все на три буквы. У тебя все на три буквы. Да, да, да. ЖКХ, МММ. Пожалуйста, пожалуйста. А у тебя деньги есть с собой? Да, 200 рублей. Ну, 200 рублей. Здрасте. Здравствуйте, здрасте. Меня зовут Леонид. Малерий. Очень приятно. Надо объяснить, как делать ставки, потому что он впервые. Это пресс-курант, что ли? Нет, это передача. Прямые трансляции. Так, давайте просвещайте. Вот, смотри. Чтобы я был богатым. Сразу надо. Еще, еще. Коэффициент на богатый. Спартак, локомотив. Спартак у нас в данном случае первый, локомотив второй. Значит, на победу Спартака дается коэффициент 2,55. 100 рублей поставили, 255 выиграли в случае победы Спартака. А деньги кто-то забрать? После того, как рассчитают ставку. Это пока ты сюда едешь, без штанов приедешь. Хорошо, говорите ставку. Исход, который вы хотите, на который вы хотите. В 1-1 локомотив Спартака. Партак, подскажите, пожалуйста, номер события. А я откуда знаю. Когда это будет? Я скажу. Сегодня. А видишь, что написано. Ставки от 3000 рублей. Но нам скидки. Да. Мы сироты. Вас это не касает. Да. Мы убогие. Коэффициент 6. Сколько вы хотите поставить? Сколько? Еще раз вам объясню. 6 это чего? В чем измеряется? 6 это потом умножится на вашу сумму ставки. Ваш выигрыш. 100 рублей значит 600. Я уже вам несколько раз объяснял, как делается. Что такое коэффициент. А, это вот, который у вас тут написан? Да, совершенно верно. Вот это умножится. На сумму вашей ставки. 100 рублей умножить на 6 600. Я согласен. Так это можно у нас в букликерской конторе. Все не лопнет труба, не лопнет труба, да? Засерится, не засерится. Будет вода, не будет воды. В принципе, тоже. То есть вот так сделано. В общем, надо с тобой договариваться. Да. И со мной. И мы половичок купим. Как впечатление? Не-не, молодцы. Вот молодцы. Вот побольше бы таких контор. И богатых станет меньше. Это будешь рад? Да. Почему? Тебе-то какая разница? Справедливость будет. А. Деньги украл, у тебя их забрали. А почему украл? Почему обязательно украл? Вон в Майбах стоит. Там, в Шевроле. Ну, чисто на зарплату. Ну, не на зарплату. Бизнес, но на бизнес. Все наши олигархи, мы не ровесники, да? Я что-то... Или я, ***, у меня ничего не получается. Они гинии экономические. Да, только до них все ждали, когда же они родятся, ***. Абрамович родился, нет? В роддом. Не родился. Да как же. Лезет, лезет, лезет. Все вылез. Абрамович, в рот, я чих-пых. Все, ***. На тебе это, на тебе все. Надо, полчу как рыба. Пойдем, Бентли посмотрим. Пойдем. Какой они смотрят? Бентли, как Бентли. Ну, Бентли. Ну, меня не впечатляет. Ну. Не впечатляет, не пойдем. Так. Бентли-то едет, у Гаиши икру капотеет. А я еду, у него там мор вон, сантиметра полтора. Он знает, что... Ему... С него бы не спросили, сказать, дай в Ктимбизин доехать. Вот, вот это Бентли, смотри. 22 года. Все, я теперь козырный. Как себя чувствуешь? Очень хорошо. Да. Теплое? Теплое и сухо, главное, да. Да. Здрасте. Видишь, здоровый все. Как пароль. Как в деревне. Да. Все свои, красно-белые. Да, тут, кстати, не все красно-белые. Тут могут быть и белоголубые. И что будет? Драться будут. Ну, а вот за что? Лучше сели по стаканчику, обсудили бы это мероприятие. Почему проиграли? Почему мы лучше? Почему вы хуже вот сегодня? Какую-то хоть полемику развели. А то херрек врыло бы, и все. Вот лучше бы... Знаешь, как было бы? Проиграли вот та команда, которая выиграла, которая проиграла. Вот которая проиграла, вот ее болельщики немножко повоспитывали бы. Херовым танцовым все же с яйцами мешали. А нашим что мешает? У нас то поле неровное, то погода плохая, то ветер дул. Все болельщики плохо поддерживали, судьи у нас плохо судили, финансирование у нас плохое. И вообще мячик у нас квадратный, и весь из гранита сделан. Все, ну что тут? А почему другие хорошо играют? Вот сейчас сходим на футбол, посмотрим, кто лучше играет. Когда бы ты еще попробовал атаку, и ты видишь? Градиозно, градиозно. Столько шума, и за полтора часа посмотреть, как 20 мужиков бегают, 22. Иди. Пойдем. Давай. У меня ничего не... Это их гудетка. Честное слово. Нет, ну не смотри, не дерутся ни хера. Я вот все жду, куда они там попурунг. Чью сторону-то взять бы быстрее. Я просто боюсь, мы не в тот лагерь встали с тобой. Тут один локомотив, по-моему. Ну вот этот в красно-белом сидит, и ни хера. Нет, это локомотив все. Это все локомотив. Ты хотел зрелищ. Может, пораду мне туда встали, блядь? Ты одень-то спартаковскую туда. И проверь, да? Нет, у меня вода. Да иди в жопу. Ну нет, сейчас дудосит. Хоть глазком на футбол поглядеть. Сейчас на футбол отцарабанит. Да, не надо. Сейчас подождем. Куда наши пойдут? Я кепочку. Здравствуйте, брат. Ты видишь, какая индустрия огромная? Посмотри. Нет, мне вот это нравится. Скажешь, вот кто придумал, прям вот так давит, да? Пойдем на трибуну. Хоть с трибуны поглядим. Так, ну что, орать-то будешь? Да. О-о-о. Блин, куда-то. Не в говну? Пойдем мы, пойдем, а то траву-то жалко. А то мы же заправдыши трава. А ты думал? Обалдеть. Сам впервые. А кто-нибудь что-то, всю игру так будет? А почему по телевизору так не слыхать? А? А по телевизору не слышно. А по телевизору. Аплодеть. А для взрыву. Время! 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 Нравится? Москва понравилась! Убалдеть! Выражайся культурно! Не, ну как вот... Масштабность такой уж убивает, да? Прям так... Разнесут всё сейчас, ***! Мне ведь не поверить, что я тут был, вот под... Клянусь ЖКХ! Да... Кайф понял в чём? Коллектив... Время! 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 Своим мальчишкам... Звонок другу, звонок другу! Не поверит, скажет... Напил Саш, что ли? Дядя Серёга, не поверишь, в Москве на Лужниках, на футболе... Спартак, Локомотив, 2-0! Да где я? Вот сейчас у ворот Спартаковский стою! И... Обалдеть! А ты смотришь? Да... Серёга, охереть мне встать! Я вот первый раз в жизни! Да... А вон орут, ты как, слышишь? Да... Я охереваю, Серёга, просто ***! Такая картинища прям ***! Ладно, давай, удачи! Всё... А он говорит, я тебя видел на трибуне ***! Да... Так что ты там говорил, что тебе футбол похер? Чё? А? Нет... Ну, я равнодушен к футболу, ну вот... Установка её простоты... А сейчас бы... Грамм 150 на каждый глаз я бы тоже помещал! Сегодня я тебя познакомлю с футболистом, который очень много лет выступал за команду «Локомотив» А Русланом Нигматулиным... Да ладно... Вот Руслан! Здравствуйте! 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 Руслан, добрый день! Руслан! Очень приятно! Такое ощущение, что сейчас два миллиардера смотрят на то, как 22 миллионера бегают по полю Вот простой человек, который сидит у телевизора или там на стадионе И смотрит на то, как играет наша команда И там не всегда успешно, да? И он не понимает, за что платят такие огромные деньги футболисты Но это нынешнее реалии, никуда от них не денешься То есть патриотизм, помноженный на доллары Но вы хотите сказать, что сейчас лучше играть стали, чем вы раньше играли? Нет, конечно! Ха! А он... Вот! Это то же самое, что секс за деньги Это как? Это как? Меня тут... В общем, возили по всякой всячине, да Я говорю, вот по любви это дело другое Мы недавно снимали двух бразильских футболистов Любители, не профессионалы Они услышали о том, что в России платят огромные деньги сейчас Говорят, что тут? Тебя записывают, я просто это Огромные деньги платят И они на последние деньги собрали каких-то родственников Они скинулись, в один конец купили билеты сюда И они стали ломиться все топовые клубы, чтобы их приняли Потому что они думали, что если они бразильцы, их в любом случае возьмут Многие сейчас мечтают, футболисты, не играть ни в Реалии, ни в Милане, к примеру, да А играть в Анжи Но это совершенно, как говорят в Одессе, две большие разницы Вот я в ЖКХ работаю Вода есть, никто не замечает Воды нет, все труба Козел Впервые был Я абсолютно согласен, да Впервые был на стадионе, впервые был в фанатском секторе Обалдел, вот веришь, нет Ну, я имею в виду, вот в Лужниках Дома-то у нас на стадионе труд-то я был Но нас не хуже болели Но бились у нас там в заправду До хруста в костях Свисток-то бывает, судья потеряет Свистнуть некое там Грязные манейки игры, но все равно здоровское было А вот туда-то приехали, на Лужники, это я вообще хи... В общем, обалдел У нас Спартак приехал, а у Владимира Так стадион чуть не разобрали просто Ну, автобус спартаковский, конечно, с болельщиками Владимир футбольный город Куб земли Да, Мухасранский, Владимир Это абсолютно нельзя У него Лакинский, Собинка Да, никак нельзя проводить А вы знаете Собинку? Вот он сейчас говорит, не знаю, правильно Зачем мне? Я знаю Собинку Я вижу А вы москвич вообще сам-то? Нет, я родом из города Казань То есть тоже замкадыша? Да Не стыжусь и горжусь Вот А вот этот друг сидит мне Он мне все убеждает, что Да ты что, тут писк, Москва, тут все деньги А бабы-то какие У нас бабы-то скорее У них тебя все на одну тему как сворачиваешь Либо на говно, либо на бабу Нет, я хотел сказать, что вот бабы, как вы выразились И зачастую самые красивые, которые в Москве Они как раз из регионов Вот Опять смухосрансков, да Конечно, вот они этого очень стыдятся Они? Москвичи? Нет, дети бабы Держи Нет Вот сколько вам лет? Мне 37 А, тогда давай Нет, мне 47 как раз, а ему 39 Вот мне там день рождения был, значит ладно Не самый молодой, я бы ему дал подержать Но все равно, наверное, обидно, да? Вот 37 годов и уже фиг Ну, хотелось Когда я только заканчивал, мне было обидно, да Я, в принципе, не очень, наверное, морально был готов Нет, надо предупреждать, это подстава Сейчас А сколько всего вот в футбол проиграли, я имею в виду, вот на профессиональном уровне? Ну, пойдем Ну, сколько, если точно Выше лиги Да Ну, закончил сколько, получается В 35 Вот, 19 лет 19 лет отыграл футбол Да Эх, это Эх, ты как ток Так это караул, как жалко, представь, полжизни Все, теперь моя очередь, сейчас я ему в лыдю Так, дайте-ка мне чуть-чуть Так Я ему сейчас Один-ноль, один-ноль, запишите на мой счет Ох! Потом стил я Руслан, спасибо огромное, очень приятно познакомиться Очень рады познакомиться Взаимно? Ну, тебе нравится здесь у нас вчера? Самое главное, без вердобоя, без насилия Если без насилия, то это очень даже здорово То есть, какая-то объединяющая часть Сейчас, вот, что в стране объединяет? Ну, никто же не кричит, как раньше, за Родину, за Сталин Никто же не будет кричать, пистолет выходит и говорит, за Медведева То есть, ну, идеи нет, да, там, чего-то такого А здесь какая идея? А я тебе говорю, братство Ну, смотри, вот там, сзади тебя мужик сидит Не, ну, не хвиши Он живет этим, реально, он просто живет Они не болеют, они просто этим живут Ну, за красных Спасибо, дядя Володович Заходите еще Начинай Значит, за деньги у вас в Москве-то все играют, получается А ты хотел за воздух, что ли, играть? А наши бились До хруста в коленках, е** Вот тут давяще, между прочим, осенью вон Замначальнику милиции клешню-то вывернули, ее просто-то сустав порвал Представляешь, не сустав это, сухожили, ее просто-то, вот как бьются Так это просто у них в милиции работают, у них спорт день, е** А там, е**, подбежал Ее тут маленько задели Ой, е**, носилки там, е**, за ней прут Как бы у нее нога-то не отвалилась Да еще его лечить надо, просто страховку, е**, ему платить А у нас хруст только, е**, выпрыл, е**, и опять поперл А как же, вот когда есть идея и цель, тогда все будет хорошо Раньше бились-то, е**, как Потому что за Родину играли, за Родину, за честь флага Это детство Ну ладно, подростки болеют, а ты-то, господи, ты-то куда? В свои годы-то Я не фанатично болею, я просто болею за команду, которая играет Которая хорошо играет, между прочим И вашим-то ввалило, е**, ноль, между прочим Кто? Спартак? Случайно, это случайно было Чего ты по самому помидору вдвинул, е**, мне? Тут даже вот так И все, только в зобу дыхания сперло Какой там, на третью минуту, что ли, этот нерусский-то как забубенил-то там? Там только... И все, и все Понимаешь? Вот и все Ну как забил-то? А вы играть сами-то не можете? Как забил-то? Приглашать каких-то бразильцев, африканцев Кто? Кто вы? Да мы херачимся, будь здоровы Русские не могут Конечно, пригласить какого-нибудь бразильца, да, ради бога, мы сильные А у нас, между прочим, практически все наши играют И ты какой-то, смотри-ка, ты двуличный, Янус-то, б**, или Анус? Двуличный, Анус, да, да Анус, это жопа, да? Янус Янус, да, Янус, да, двуличный, вот А вот от этого и происходит б**, понимаешь? Вот сегодня за одного, одну люблю, за другую люблю, а потом трипер А после трипера чего? Че? Сифилис, ё-про-соте Потом проваливаются носы и все остальное А начинается все еще Начинается с чего? Вот с этого, с двуличия Конкретно меня обидел вообще Нет, вот Зенит, а знаешь, почему он за Зенит? Газпром Газпром? А ты сколько? РЖД Короче, все деньги мира там, представляешь? А вот вас и п**дут за это вот Анусов-то двухлетик Газ наш, ты хераш, а не ваш газ Из земли газ, ё-про-соте Ты должен говорить, вау, вау Печенье У нас нет печенья Хорошая вещь Это называется три танкистки Вот это манекот с лявой А вот с этим-то можно было ствол-то почистить немного Сейчас тебе принесут мохито Это п**дется не лайк Я только надела поделку с рынком, понимаете, в чем дело? Потому что реально поделку видно из-за стороны Так, ладно Канфер Ты давай в рай, б**ь А я домой, б**ь Я всё в***** ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА